этого института в целом ряде государств. Это не только старые, так сказать, демократии, такие как, в первую очередь, Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия и ряд других стран, где продолжает сохраняться институт следственных судей, в первую очередь в его классическом французском, так сказать, исполнении, но и во многих других странах, особенно в Восточной Европе, в последние годы наблюдается оживление интереса к этому институту. Практически все окружающие иностранные ранее республики когда-то Советского Союза ввели у себя этот институт. Это все прибалтийские государства, это Украина, это Молдова, это Казахстан недавно, с 1 января, ввел у себя институт следственных судей. То есть мы, куда ни кинь, везде окружены следственными судьями. Поэтому нам тоже, видимо, стоит всерьез об этом подумать. Тем более, что, как все мы знаем, видные юридические деятели нашей страны, даже государственные деятели в разное время поддерживали эту инициативу. В частности, председатель Конституционного суда Валерий Дмитрий Зорькин несколько раз, начиная с 2009 года, 2012-2014 году в своих публикациях указал о том, что воссоздание корпуса следственных судей поможет решить ряд системных проблем судопроизводства. Даже недавно мне попалась на глаза книга Вячеслава Михайловича Лебедева «Судебная власть в современной России», правда, изданная в 2001 году в Санкт-Петербурге, где он тоже очень, так сказать, комплиментарно отзывался об этой идее, так сказать, воссоздания института следственных судей. Правда, все, возможно, понимают эту идею по-разному. И в этой связи возникает сакраментальный вопрос, а зачем? Зачем, собственно, нам нужно восстанавливать этот институт? Почему нельзя без него обойтись? Все, что я сказал до этого, это, так сказать, доказательство авторитета. От авторитета. Вот в других странах, там кто-то поддерживает. А почему, собственно говоря, нам это нужно по существу? Дело вот в чем. Лучше судопроизводство для защиты прав, вообще говоря, ничего еще не придумал. Вот этот метод правового регулирования, когда между спорящими сторонами ставится беспристрастный независимый арбитр, который расширяет публичный контроль над их устремлениями, он не превзойдет. Ничего лучшего еще не придумал. Здесь вопрос в том, как оптимизировать эту деятельность, как найти разумный баланс между защитой прав и процессуальной экономией, то есть временем и деньгами, которые мы тратим на судопроизводство. Все предыдущие типы процесса, в том числе и наш российский нынешний процесс, континентальные типы процесса, в первую очередь ныне существующие, основанные, в общем, в своих корнях на французском кодексе уголовного следствия 1808 года преследуют, на мой взгляд, задачу не просто обеспечить интересы правосудия, но обеспечить еще интересы государственного управления. Вот такая небольшая коморка в замке Синей Бороды присутствует в этом французском процессе. Каким образом это достигается? Это достигается тем, что во главу угла ставится деятельность судьи, который на самом деле есть следователь. И он осуществляет уголовное преследование, в первую очередь, потому что как же назвать нам деятельность судьи, который изобличает виновного, предъявляет ему обвинение, до определенного времени, правда, в последние годы это стало менее актуально, заключает его под стражу, составляет обвинительное заключение. Кто он? Он обвинитель, он уголовный преследователь. Но когда судья становится уголовным преследователем, это, вообще говоря, вызывает вопросы с точки зрения его объективности. Второе, в таком процессе судья ли играет здесь главную скрипку, прокурор ли, полицейский следователь, неважно, но все это представители государства. И они собирают доказательства, которые нередко открыты именуются судебными. Если вы посмотрите 198 статью ПК нынешнего российского, там следователи, а то и дознаватель назначает судебную экспертизу. Почему, собственно говоря, дознаватель назначает судебную экспертизу? Потому что эти доказательства сразу становятся судебными. Они могут быть представлены в суд и конкурировать там на равных с доказательствами, полученными в непосредственном устно-судебном разбирательстве. А вот вторая сторона защиты и третья, я бы сказал, в кавычках, сторона, это потерпевший, который фактически у нас выполняет роль третьей стороны. Его интересы не всегда совпадают с интересами государственного обвинения. Так вот, эти лица, они не обладают симметричной возможностью представлять доказательства, несмотря на то, что в процессе и в Конституции декларируется принцип равноправия сторон. А такого равноправия нет, ибо главное равноправие в процессе это равноправие в получении судебных доказательств. Защитник, конечно, или потерпевший могут требовать от следователя проведения следственных действий. И закон даже говорит, казалось бы, о том, что следователь не вправе отказать им в проведении такого рода следственных действий. Но правда при условии, если это имеет значение для дела. Обычно следователь говорит, но это уже не имеет значения для дела, так и я уже все установил. Поэтому ваше ходатайство излишне. И таким образом защитник остается в данном случае без, сторона защиты без прикрытия. И вот в этой связи как раз нам представляется, что введение Института следственных судей на предварительное расследование позволяет решать эти главные задачи, такие как обеспечение равенства сторон, в первую очередь имея в виду потребности стороны защиты, потерпевшего также, с тем, чтобы они были услышаны в суде, чтобы они имели площадку для того, чтобы выразить свои интересы, свое мнение. Аудиаторы это альтера фарс, галерили древние. То есть да будет выслушана и другая сторона. Это, между прочим, принцип уголовного судопроизводства, который не вполне у нас реализован. Далее, здесь вот есть одна пикантная, я бы сказал, деталь. Дело в том, что обычно говорят, ну хорошо, ведете вы Институт следственных судей, и что? Это будут такие же судьи, как и нынешние, и что изменится? Они будут таким же образом подходить к задачам процесса, к своим задачам в судопроизводстве. Но дело в том, что если мы будем дожидаться, пока у нас возникнут идеальные сознательные судьи, следователи, дознаватели, мы можем составиться и помереть, и не дождаться, так сказать, этой светлой перспективы. Задача хорошо отлаженного правового механизма, вообще право, состоит в том, чтобы таким образом организовать взаимоотношения субъекта, чтобы даже человек, который не слишком-то может быть независим, не слишком беспристрастен, не идеален, короче говоря, попав в такой правовой механизм, все равно выдавал на выходе приемлемое решение. Казалось бы, утопия. Но в этом состоит сущность судопроизводства. Потому что главный, вообще говоря, не даже следственный судья, а то, что сопутствует им, та среда, в которой он только и может существовать, это судебные заседания. И в этом судебном заседании стороны могут быть, во-первых, услышаны, а во-вторых, их требования, например, по проведению следственных действий, являются обязательными, как у нас предусмотрено в проекте, для выполнения следственным судью. Там предусмотрены некоторые случаи, когда такие адаптства могут быть отклонены, но это редкое исключение. И я, если будут вопросы, покажу, почему это так, почему это должно работать. Следственный судья, таким образом, у нас должен выполнять четыре группы полномочий, или четыре группы задачи, я бы сказал, сначала. Кроме обеспечения равенства сторон, это осуществление помощи сторонам в собирании и проверке судебных доказательств. Также за ним сохраняется выполнение задачи судебной защиты иных пенсионных прав личности, так, как это происходит теперь. И также сюда добавляется еще одно очень важное полномочие или задача, это решение вопроса о предании суду. Вообще этот термин у нас изгнан сейчас из уголовного процесса, предание суду. Говорят о назначении судебного заседания, подготовительных действий к судебным, но теоретически это предание суду. Ничего зазорного в нем нет. Кто-то, видимо, когда-то решил, что предание суду рост на предательство суду. Но на самом деле это семантически всего лишь передача дела в суд, не более того. Но вот это проклятый вопрос уголовного процесса, поскольку вот тот порог между предварительным расследованием и судебным разбирательством, это тот порог, о который может споткнуться судейская беспристрастность. Дело в том, что если судья, который будет рассматривать дело, предварительно решает, а надо ли ему его рассматривать, достаточно ли доказательств виновности, он, как писал Иван Яковлевич Файницкий, наш классик уголовного процесса, приходит в процесс уже с печатью подозрительности по отношению к обвиняемому, с печатью подозрений. И все законодатели мира бьются над решением этой задачи, поскольку вот эта ловушка, стадия предания суду, она в значительной мере определяет дальнейший ход и судьбу уголовного дела. Вот в настоящий момент у нас избрана так называемая шотландская или обвинительная система предания суду, когда достаточно прокурору направить дело в суд, и суд обязан как бы его принимать к производству. Но тем не менее, практически, на практике судья, конечно, не может не заглянуть под корку уголовного дела и не посмотреть хотя бы обвинительный акт для того, чтобы составить все мнения, какое же решение ему все-таки возможно придется принять. И вот предлагаемая нами система, она нивелирует этот недостаток в той мере, в которой это возможно, перелагая эту функцию на следственного судьи, который в дальнейшем не имеет права и не может участвовать в рассмотрении дела по существу. Следовательно, тот обитурдиктум или предустановленное мнение, которое у него может сложиться в конце его деятельности на предварительном расследовании, никоим образом не повлияет уже на дальнейший исход, поскольку судья, который будет выносить приговор, не отвечает за результаты деятельности следственного судьи. Вот эти три задачи как бы положены во голову угла в деятельности нашего следственного судьи. Ну и несколько слов я должен, хотя время у меня уже истекает, хочу сказать по поводу вот этого главного, я бы сказал, так сказать, оселка, на котором меряется истинная роль суда в правосудии. Это доказывание. Вот существует в настоящий момент и в законодательстве, и в теории представление о том, что следственный судья должен осуществлять так называемые только юрисдикционные полномочия или оперативный контроль за действиями органов предварительного расследования. То есть рассматривать вопрос о производстве обысков, других следственных действий, дача разрешений на них, рассматривать жалобы на действия следователя, прокурора и тому подобное. Но практика показала, что такого рода полномочия не делают судью судьей, собственно говоря. Он посторонний для уголовного дела, но и уголовное дело тогда постороннее для него. Всевластие или полновластие, как мы говорим, судебное, не осуществляется в этих случаях. Те, кто не понаслышке знаком с практикой, прекрасно знают, что суды начинают самоустраняться от содержательного решения такого рода вопросов, например, при рассмотрении жалоб участников процесса. Судьи ссылаются при этом на то, что ход и направление следствия по закону определяет следователь, а не они. И дошло до того, что судьи у нас избегают оценки доказательств при решении этих вопросов. Создается парадоксальнейшая ситуация, когда судья, единственной функцией которой является осуществление правосудия, чурается и избегает оценки доказательств. Но может ли правосудие у нас быть без доказательств? Это невозможно. Тем не менее, мы это видим. Вот мотив всего проекта состоит в том, что следственные судьи участвуют в процессе доказывания путем проведения судейских следственных действий. Заметьте, и я здесь особо акцентирую внимание, по требованию сторон. В основном, это общее, почти исключительное правило, только по требованию сторон. Сам судья не должен ни в коем случае принимать на себя ответственность за проведение расследования, чтобы не стать уголовным преследователем ни в коей мере. Он действует по требованию стороны обвинения и стороны защиты, которые сами выбирают момент и необходимость проведения таких судейских следственных действий. Далее. Эти судейские следственные действия, в первую очередь, касаются таких видов доказательств, которые мы относим к категории личных доказательств. То есть, в первую очередь, это показания и такие действия, которые физически могут быть выполнены в судебном разбирательстве, в судебном заседании. И в этом случае достигается несколько целей. Во-первых, сторона защиты или потерпевший могут допросить тех свидетелей, которые они считают нужны. Это очень острая задача. Все адвокаты это прекрасно знают. Гарантированно допросить этих участников. Во-вторых, эти показания, записанные в протокол, сразу становятся судебными доказательствами. И, следовательно, даже если эти свидетели не явятся в основное судебное разбирательство, там можно будет, уже не требуя соглашения всех сторон, эти показания использовать, что не нарушит ни непосредственность исследования доказательств, не право на очную ставку, что очень важно, потому что из-за этого часть заседаний срывается у нас.